Сирия 16 апреля. Террористы исламского государства взорвали в раке автоцистерну с бензином. На юге провинции Хомс группа боевиков Джейш Магавир Атаура дезертировала из лагеря Ат-Танф и сдалась сирийской армией. В Идлибе прошло четвертое российско-турецкое патрулирование. В Сирию прибыли 125 убитых и раненых в Ливии боевиков сирийской национальной армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Коротко об итогах противостояния. Провинция Дамаск. Как сообщает РИА Новости, в Сирии критически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне пандемии COVID-19. Как указано в совместном заявлении глав российского и сирийского штаба по возвращению беженцев Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, западные санкции мешают поставкам медицинского оборудования. По информации источника, в стране проводятся около сотни тестов, но в сирийских медучреждениях есть всего 25 тысяч койко-мест. В связи с угрозой распространения коронавируса, Дамаск принял решение продлить режим ограниченного транспортного сообщения между провинциями. Как сообщает агентство Massar Pressnet, ограничение будет действовать до 2 мая. В районе поселка Джейдит-Ябус на западе провинции был нанесен авиаудар при помощи беспилотника неизвестных ВВС. Как передает телеграм-канал Вестник Дамаска, по предварительным данным был уничтожен автомобиль. Информация о возможных жертвах пока уточняется. Напомним, что с 2011 года Израиль нанес сотни ударов на юге Сирии, большая часть которых была направлена против бойцов Катаиб-Хизбалла и иранского корпуса стражей Исламской революции. Последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно у Дамаска. Но пока что Тель-Авив не давал никаких комментариев по поводу авиаудара в обозначенном регионе. Провинция Алепа. Агентство Step News сообщает, что через погранпереход Хавар-Килис на севере провинции прибыл конвой с ранеными и убитыми членами Сирийской национальной армии. По информации источника, всего в Сирию вывезено около 125 боевиков, которые были завербованы Турцией для участия в гражданском конфликте в Ливии на стороне так называемого террористического правительства национального согласия. Всего в Сирии союзники Анкары открыли 4 рекрутских центра, где вербуют боевиков для участия в боевых действиях в Ливии. Каждому из потенциальных наемников обещано ежемесячное денежное довольствие в размере 2,5 тысячи долларов США. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, на севере провинции в городе Джараблуз, боевики Сирийской национальной армии устроили перестрелку с бойцами ранее союзного ополчения из племени Аль-Джасад. Источник не приводит информации о причинах конфликта, однако по предварительным данным потери понесли обе стороны. Провинция Хомс. Подконтрольные международной коалиции боевики из состава Джейш-Магавир-Аттаура дезертировали из учебно-тренировочного лагеря вооруженных сил США у военной базы Ат-Танф. Как сообщает источник в сети Twitter SiriMap, сегодня утром стало известно, что группа боевиков покинула лагерь и в составе колонны из восьми пикапов прибыла в зоны контроля правительственных войск. Боевики вместе с оружием сдались сирийским военнослужащим. Медиоресурсы группировки начали активное распространение заявлений о том, что случаев дезертирства в их рядах не отмечается. Колонна пикапов с бойцами, которая прибыла из Ат-Танфа, якобы принадлежала группе контрабандистов. Провинция Дейр-Эс-Зор. Как сообщает новостное агентство Дейр-Эс-Зор-24, на востоке провинции группа неизвестных боевиков, предположительно из исламского государства, совершила нападение в поселке Хавиджа. Боевики забросали самодельными бомбами здание школы у Вейта-Аль-Салам. К счастью, в результате никто из учеников не пострадал, так как школа была закрыта в связи с угрозой распространения коронавируса. В городе Шхиль также группа неизвестных открыла огонь по мирным жителям. Как передает агентство Алк-Хабаур, смертельно был ранен один мужчина. Провинция Дара. На западе провинции спящие ячейки боевиков совершили вылазку в поселке Айнзика. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, боевики устроили засаду на трассе, которая связывает Айнзикр с поселком Нафиа, после чего открыли огонь по автомобилю из автоматических винтовок. После боевики обстреляли блокпост правительственный войск у авиабазы Сувайда. По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал. Нападавшие скрылись с места преступления. Военные аналитики считают, что за нападениями стоят бывшие члены Южного фронта, который прекратил существование в 2018 году. Однако наиболее радикально настроенные его члены с поддержкой международной коалиции во главе с США продолжают антиправительственную деятельность. Провинция Идлиб. По данным новостного медиаресурса Балат Ньюс, военная полиция Вооруженных сил Российской Федерации и турецкие военнослужащие провели четвертое совместное патрулирование. Как отмечает источник, маршрут патрулирования был сокращен в связи с тем, что у города Найраб трасса по-прежнему заблокирована террористами Хаят-Тахрир-Аш-Шам. Напомним, что совместное патрулирование на юге Идлиба проходит в рамках соглашения. Заключенного 5 марта в Москве в ходе переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана. Также на переговорах было принято решение вести режим прекращения огня, однако Хаят-Тахрир-Аш-Шам отказалась его соблюдать. Как передает агентство Алепа-Эмси, Вооруженных сил Турции направили крупные подкрепления сил особого назначения на юг Идлиба. Источник также сообщает, что на юге провинции в воздушном пространстве над поселком Аль-Бар и над высотами Джебель-Аз-Завия были замечен турецкий беспилотник. Сирийская обсерватория по правам человека передала, что в результате столкновения сил сирийской армии и боевиков протурецкой Джебхат Аль-Ватания-Лил-Тахрир погиб один из бойцов-командиров. Группировка спровоцировала подразделения сирийской арабской армии, открыв огонь по опорным пунктам военнослужащих у поселка Ариха. Столкновения также отмечались у поселка Аль-Бар. Провинция Рака. В деревне Зор-Шамар группа неизвестных напала на конвой сирийской армии. Согласно информации агентства Step News, неизвестные боевики открыли огонь из автоматов по патрульному автомобилю, в результате чего скончался один военнослужащий. Нападающие скрылись в направлении пустыни до прибытия подкрепления сирийской арабской армии. В убийстве солдата подозревают террористов ИГИЛ. На них также возлагают ответственность за вылазку к югу от города Рака. По информации источника в сети Twitter Mananalyst, неизвестные установили самодельные взрывные устройства на автоцистерну с бензином. Взрыв убил двух человек. Провинция Хама. На севере провинции Хама боевики Хаят-Тахрир-Аш-Шам также нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по опорным пунктам сирийской арабской армии у поселка Аль-Анкави, спровоцировав на ответные боевые действия. Как сообщает агентство АФАК, в ответ сирийские военнослужащие обстреляли из миномета укрепленные огневые точки террористов. Провинция Хасака. Как передает агентство Алепа-ЭМС, на севере провинции был замечен патруль военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. По данным местных источников, колонна бронированных автомобилей проследовала к западному въезду к городу Камышлы. Поддерживаемая Анкарио-Сирийская национальная армия к северу от города Рас-Аль-Айн в очередной раз вела обстрел из тяжелой артиллерии по местам предположительных укреплений боевиков демократических сил Сирии. Как передает агентство СтепНьюз, под удар попали окрестности деревни Аль-Алия. Как передает портал Алкхабаур, со ссылкой на пресс-релиз СДФ, что на юге провинции ими был обезврежен один из высокопоставленных террористов исламского государства. Официальные представители СДФ заявляют, что их спецподразделения при поддержке авиации международной коалиции провели рейд, в ходе которого сумели обезвредить террориста, который отвечал за снабжение и финансирование спящих ячеек. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.